В четырех многоквартирных домах Иловайска, серьезно пострадавших в результате августовских артобстрелов 2014 года, сегодня полным ходом идут восстановительные работы. Подробности в материале Анны Кутеповой. До начала обстрелов в августе 2014-го в двухэтажке по улице Волошина, 33, жили 24 семьи. После пожара обитаемыми в многострадальном доме остались только три квартиры. В одной из них проживают пенсионеры Николай Гнелицкий с супругой. В 2014 году на чердаках сидели снайперы и били по той стороне. Оттуда пролетели снаряды, снайперы ушли, а крыша сгорела. Строители приступили к работе в ноябре прошлого года. За два с лишним месяца удалось частично восстановить остекление дома, а через неделю-другую рабочие планируют завершить ремонт поврежденной крыши. Несмотря на непогоду, будем говорить, мы его заканчиваем за два месяца, месяц мы выкидываем на непогоду, которую мы не останавливались ни в новогодние праздники, не работали только 1-го числа, 1-го января и Рождество. То есть здесь благодаря совместной работе с городскими властями, то есть потом хорошо помогали местные жители, которые помогали строителям, то есть все хотели накрыть этот дом, потому что крыша – это основание дома всего. Также завезены здесь пластиковые окна, то есть блоки, которые тоже будут заменены, и будем дом уже сдавать. Впрочем, рассчитывать на скорое возвращение в свои квартиры некоторым жильцам двухэтажки все-таки не приходится. Больше года у дома не было кровли, так что капитального ремонта, во всяком случае владельцам квартир на втором этаже, точно не избежать. Плиты все напитаны водой, ну это большая беда. Люди, я думаю, сейчас если высушится, я думаю, к лету не раньше. Задача, что финансирует и делает Российская Федерация, это то, что повреждено войной. То есть внутренняя работа, это если вынесены стенки, попадания, снарядов и все остальное. Всего в Иловайске предстоит восстановить более 30 многоквартирных домов, поврежденных в ходе боев за город. На данный момент ремонтные работы ведутся пока только на четырех объектах. Сегодня работа ведется на четырех домах жилых. Это многоквартирные? Да, это многоквартирные. Это Левино, Сем, там у нас сильное разрушение, там сегодня уже начали делать крышу. Потом на остальных трех домах это повреждение квартир. Потом сейчас готовят документы на пять домов, которые тоже внутренние квартиры разбивало. Я думаю, что все эти дома мы берем пока обязательства на сдачу на 1 апреля, день смеха, но мы по-серьезному это сдадим. Недостатка в стройматериалах нет, утверждает Александр Титко. А это значит, что перспективы на предстоящий ремонт можно считать вполне обнадеживающими.